В результате реализации комплекса оперативных мероприятий сотрудники управления уголовного розыску МВД России по Липецкой области при взаимодействии с коллегами из городского отдела полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник под различными предлогами знакомился с гражданами, входил к ним в доверие и предлагал свои услуги. От содействия в приобретении водительских прав и военного билета до решения вопроса о погашении ранее оформленных кредитов и получении высокодоходного заработка на процентах от вклада в банках. Знакомился с человеком, с Иду, интеллигентный парень. Общались с ним довольно-таки неплохо. Произошла такая у меня ситуация, что нужны были деньги и средства. Он мне предложил взять либо в кредит, либо если есть наличные, и положить, так сказать, под проценты. Мне показалась ситуация, что какой-то обман он мне как бы свел с человеком, которому он помог однажды. Я пообщался с человеком, человек подтвердил, действительно, вот была такая же ситуация у него трудная. И данный гражданин ему как бы тоже помогал. Я как бы доверился человеку, взял эти 10 же средства, 500 тысяч в размере, ну и передал наличными ему. Жертвами фигуранта стали липчане в возрасте от 32 до 46 лет. В настоящее время полицейскими установлено, что от действия афериста пострадали четверо жителей областного центра. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила более 3 миллионов рублей. Следствием установлено, что злоумышленник не планировал выполнять свои обязательства. Полученные денежные средства он тратил на личные нужды. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Аферист ранее уже был судим за аналогичные преступления. Возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества. Сотрудники полиции располагают сведениями о причастности фигуранта к совершению аналогичных противоправных деяний на территории соседних регионов.